привет чуваки привет подписчики сегодня суббота я не забыл мы играем в лотерею сегодня кстати лотерея подорожала на пол евро но обещают что будет больше шансов в ней так что все чуваки все идет как ну как надо все идет по плану сейчас будем выиграть лотерею для новых подписчиков которые еще не в теме я значит объясняю вот я отскребу здесь вот например здесь 100000 до вот видите 100000 это не значит что я выиграл 100000 должно быть в каком-то из этих окошек еще два раза по 100000 и когда будет значит во всех окошках три раза по 100000 значит я выиграл 100000 ну и соответственно если там будет миллион три раза значит я выиграл миллион и так чуваки 100000 на кону 100000 смотрим дальше что херня 90 крон я такой цифры щит никогда не встречал смотрим дальше 150 крон так ну чё чё там дальше у нас опять 100000 чуваки ну ладно может 100000 хоть выиграем куплю себе это самое какие-нибудь часы дорогие может золотые ролики или еще чего-нибудь ну ладно сейчас мы дальше будет опять 90 видали 100000 90 150 100000 90 а а тут 30 а тут 30 так видали и значит если я выиграю в лотерею миллион то я всех подписчиков везу к своему лучшему другу в черногорию это я объясняю для новых подписчиков так 30 500 500 100000 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 всей толпой. Расхерачим нахер Черногорию. Вообще нахер расхерачим. Да, вот, чуваки. Ну, и хотел вам ответить еще на один вопрос. Вот многие задают вопрос мне, да. Как относятся шведы к русским? Вот многие задавали этот вопрос. Ну, вот я вам сейчас на него отвечу, как они относятся к русским. Во-первых, вопрос немножко неправильно поставлен. Надо поставить вопрос вот так вот. Как шведы относятся к эмигрантам? Потому что для шведов, вот как бы вам это лучше объяснить. Для шведов, что вы русский, что поляк, что румын, им это до балды. Это то же самое, что для вас для русских, да. Если вот вас кто-то спросит. Вот как русские, вот как вы русские относитесь к вьетнамцам, да. Вот русским им вот до балды-то там вьетнамец ты, китаец, кореец, правильно? В общем, так как для русских китайцы и корейцы, так для шведов русские. Понимаете? И им до сраки. Это вот вы в России привыкли, что вот там Путин, значит, долбит мозги, да, что надо быть там патриотом. До Путина там вам другие долбали мозги, что вот надо быть патриотом. Мы вот русские, такая нация. Да это, все это бред, чуваки. Все это бред. Потому что шведы, они, как бы вам объяснить это-то, понимаете? Не могу это объяснить. И вообще не только шведы, а вот даже американцы, вот любой человек в Европе. Им до жопы, ну им честно, до жопы, вот кто вы там, русский, нерусский, поляк, неполяк, они даже не прислушиваются. Вы думаете, что как вы, если вы говорите по-русски в Швеции, все смотрят на вас, вы думаете, о, смотри, это русский. Да даже до сраки им. Вы для всех шведов Югославы в их глазах, понимаете? Я вот многим шведам задавал вопрос, таким, не просто бомжам каким-то, людям образованным, да, в костюмах, в галстуках. Я задавал вопрос очень часто, один и тот же шведам. Кто выиграл Вторую мировую войну? И все шведы, знаете, что отвечали мне? Ну, ну, что отвечали шведы мне, как вы думаете? Америка выиграла. Америка выиграла Вторую мировую войну. Тогда я им задаю следующий вопрос. Если Америка выиграла Вторую мировую войну, почему нету фильма, где они американский флаг выгружают над Рейхстагом? Мы не знаем, почему не было такого фильма. Я говорю, хорошо. Америка выиграла Вторую мировую войну. Почему в Берлине было несколько зон? Вернее, не зон, а сектора были такие. Английский сектор, французский сектор, американский сектор и русский сектор. Почему вот был русский сектор? Почему не было албанского сектора? Почему не было монгольского сектора? А почему вот был русский сектор? Мы не знаем. А сука, мозжечок свой включить слабакий, шкатанка что ли, а? Пидорасты они все! Пидорасты, понимаете? Шведы вообще люди не образованные, не культурные. Они могут в ресторане отрыгнуть, могут пернуть, могут при бабе пернуть. Например, вот расскажу вам историю, да, это не единичный случай. Например, идет шведская пара, мужик с бабой. Ну, видно так, по парочке, что познакомились на ней не так давно, ну, дня два-три назад. Идут, идут, чувак захотел поссать. И он ей говорит, подожди немножко, я сейчас отолью. И тут же в двух метрах в кусты исцать. Я говорю, ешь, твой клеш, чуваки! Ну, это что, это культура, что ли? Вы вот смотрите на меня, я езжу по Швеции, да, врубил музыку и катаюсь, как типа, как быдло, да? Эй, чуваки! Вы еще шведского быдла не видели! Я вот как-нибудь сделаю фильм, вот, как шведское быдло бухает, как они отдыхают, как они пердят, срут, сцут! Да вы че, чуваки! Быдло оно без национальности! Быдло нету национальности, чуваки! Поймите вы меня правильно! Пидорасты они все, понимаете? Все пидорасты! В прямом смысле слова! Пидорастам вообще стало быть модно, я так понял! Не знаю, как в России, а в Швеции, ну, сука, ну, модно, модно! Вот модно быть пидорастом! Сука, ненавижу! Аж настроение испортилось! Ладно, чуваки, хотел сделать 10-минутный ролик, нихера настроение испортилось из этих пидорастов! Сегодня хотел купить кроссовки New Balance! Да, сука, хер купишь мой размер, надо по интернету заказывать где-нибудь! Нету размеров моих! New Balance 420! Кстати, можете помониторить! New Balance 420! Охренительная модель! Вот только размера нету моего! Ладно, чуваки, будем прощаться! Чао! Продолжение следует...